Я хочу продолжить с Владимира Натальи Александровны отношения к Великой Леонидовичу Юрьевну, который может быть сильным примером отношения к искусству. Кременология тоже является искусством, и поэтому темой кулинарного доклада мы выбрали. И готовя высказать сообщение Юрьевна Андрея Леонидовича, профессора доктора медицинских наук, кременология и искусства. На первом слайде вы видите трехмерные реконструкции компьютерных монограммов. У нас скоро майский праздник, поэтому букет из гвоздек я вам дарю в качестве подарка от ближайшего праздника. А второе изображение – это тоже трехмерная реконструкция, но полупрозрачная виноградость. Кто не понял, да? Значит, ну, в общем-то, в рентгенологии… Сейчас я соображу, где вы тут нажимаете. У нас очень много всяких терминов, очень много названий симптомов, синдромов. Вот часть из этих симптомов, ну, являются ипониумами, да? Ипониумы – это какие-то симптомы, названные по имени человека, который этот симптом придумал. Ну, когда симптом называется по имени человека, ну, далеко не всегда все понятно вообще, что это за симптомы. Другое дело, когда мы имеем дело с образными симптомами или метафоричными симптомами. Здесь мы, а так как наша наука, в общем, образная, да, то мы переносим понимание каких-то объектов окружающей среды на те изображения, которые мы видим, эргенологические, да? И тогда, когда особенно молодые эргенологи учатся, у них складывается некий образ, да, по которому мы можем быстро вспомнить, что же это за симптомы, да? Поэтому в последнее время особенно люди стали, ну, более скромными, да, своими именами не называют симптомы, но зато сейчас очень большой, очень развивается вот это вот направление, как раз метафоричных или образных симптомов. Поэтому я вот призываю сегодня, как бы, ну, может быть, это не получится в интерактивном режиме, но все-таки со мной поработать в понимании образов. Вот давайте подумаем, что вам напоминает вот этот образ? Я сразу скажу, что это компьютерная томограмма кишки, наполненной водой, фрагмент какой-то томограммы кишки. Что вам напоминает вот этот образ? Вот сейчас подумаем, да, и начинаю включать образное мышление. Ну, наверное, елочку, да, с шарика. А смотришь дальше. Ну, наверное, наверное, намного проще будет. Здесь вы видите некий образ, да, тоже фрагмент компьютерной томограммы, позвоночник. Ну, мы здесь увидим, наверное, голубя. Кто-то видит здесь другую птицу, но это не важно. Дальше, давайте попробуем опять еще. Это мультипланарная конструкция с мип-изображением, да, ну, наверное, понятно, наверное, знаешь, какой-то такой. То есть тоже позвоночник, тоже такая красивая собачка. Здесь тоже мип-реконструкция, картания. Кто-нибудь помнит мультфильм? С таким героем. Да, то есть так. Ну, тросковое изображение. Понятно, что это кочка, но кто-нибудь увидит здесь муточку. Да, вот. Вот уже начинается интерактивный режим, очень хорошо. А здесь, понимаете, здесь никакой ретуши. Это чисто изображение, как бы, картографическое. Никакой ретуши. Ну, наверное, мы видим здесь железного человека, железный травосек. А? Здесь сложнее. В самом центре изображения печени нам с вами нужно увидеть... Видим? Нет? Я... Как бы это показать? Вот, приходите сюда, смотрим. Глаза, нос, оборона. Видим? Ну, хорошо. Ладно. Значит, как только мы потренировались, мы вспоминаем наши традиционные симптомы, да? Миллиардная диссиминация. Откуда пошло это слово? Миллиард – это пшено, бросок. Если мы видим гиллиардную диссиминацию, то говорим о том, что это крутоген диссиминация, туберкулез, глины, петастаз. Одно это слово нам говорит о том, что мы имеем в виду. Обыскление лифузлов по типу яичной скорлупы. И сразу мы должны вспоминать о силикозе и гневгоневизе, ни о чем и другом. Всем известный сегодня симптом сотовое лёгкое, да? Соответственно, если мы видим симптом сотового лёгкого, мы говорим о фиброзе в последней стадии и ни о чем другом. Мы понимаем, что кроме фибробластов вот в этой зоне мы никаких других клеток не найдём. Это практически умершая часть лёгкости. Всем известный сегодня опять симптом – дерево с нагушками и почками. Очень часто, очень часто его называют «дерево в почках». Вот в этой связи могу рассказать анекдот. Просто когда одной женщине делал копию томограмму, копию фотографии лёгких, крупные клетки, и доктор написал в протоколе «дерево в почках», она вернулась очень возбуждённой. «Вы же мне лёгкие смотрели, а сказали, что у меня дерево в почках». «Ну что же мне с этим деревом делать?» Поэтому всё-таки этот симптом – дерево с набухшими почками, в кавычках не ставим, да? Если мы видим этот симптом, то мы точно понимаем, что это проявление бранжиолита, инфекционного бранжиолита. Симптом гематогрита. Вот если, опять же, я сейчас попробую показать, вы видите, здесь расслоение изображения, да? Вот здесь более мягкое изображение и более контрастные части расслоения. Если мы видим этот симптом, к сожалению, он нечасто проявляется, мы точно понимаем, что это кровоизлияние. Дальше. Очень любимый мой симптом – боксёрская перчатка. Это увеличенный гервный сегмент, который охватывает нижнюю полную вену по типу боксёрской перчатки. Если мы видим этот симптом, мы чётко совершенно понимаем, что это цирроз печени и не что другое. Дальше. Давайте вернёмся. Так, дальше. Дальше сложнее будем разбираться вместе. Давайте посмотрим, вот, кто придумает, кто мне скажет, почему мы видим мальчика, мы видим собаку, но не видим часть стопы мальчика и часть стопы собаки, стоп собаки. Потому что стопа соприкасается с другой поверхностью, да, с нормальной поверхностью. Симптом силуэта – это классический энергиологический симптом. Если на эргинограмме родной клетки мы не видим нормального контура, то есть мы видим какую-то патологическую тему и не видим нормального контура, который должны видеть, то значит, это образование прилежит к этому… в, так сказать, структуре, структуре светостей или лёгкого. Если мы видим контуру, то значит, это патологическое образование находится и не спереди, и не прилежит, да. Значит, соответственно, давайте смотреть. Значит, проявление симптом силуэта. Четко, совершенно на компьютерной томограмме мы видим тень, которая накладывается на корень лёгкого слева, но мы видим структуру корня лёгкого, да, мы видим лёгочную артерию. Значит, это образование или спереди, или сзади, но не прилежит и не исходит из корня лёгкого. Компьютерная томограмма, в данном случае, это подтверждает. Другой вариант проявления симптома силуэта – образование в проекции кардиодифрагмального угла, мы видим эту патологическую тень и не видим правый контур светостений, правый контур сердца. Соответственно, это образование прилежит к правому контуру сердца, да, соответственно, если мы знаем анатомию, мы понимаем, что это несколько… спереди и сбоку, вот, над сердцем располагается. Здесь немножко сложнее будет разобраться, наверное, но тем не менее, даже по прямой рентгенограмме мы видим уменьшение объёма левого лёгкого. Но мы не видим, да, смещение светостений, уменьшение межребренных промежутков, но мы не видим контура диафрагмы слева. А контур диафрагмы образован на заднем скатуре диафрагмы, на самом деле, да, даже спереди и высоко, сзади низко. Соответственно, раз мы не видим контур диафрагмы, значит, патологическое образование, патологическая тень прилежит к контур диафрагмы. Соответственно, это изменения, обусловленные уменьшением объёма диафрагмы в задних отделах лёгкого. Так, даже по прямой рентгенограмме, безбоковой рентгенограммы мы можем говорить о том, что это уменьшение объёма, обусловлено диафрагмы нижней доли левого лёгкого. Дальше, другой вариант. Вот совершенно удивительная рентгенограмма, на которой мы не видим контуры сердца, да, мы видим патологическую тень и не видим контуры сердца, значит, мы должны предполагать, что патологическая тень прилежит к сердцу. Это раз. Второе. Мы видим, ну, некоторое повышение уровня диафрагмы, да, но очень-очень интересный симптом называется... Сейчас, вот здесь, видите, вот этот пик. Так называемый лекста диафрагмальный пик, который говорит о том, что раз мы его увидели, особенно хорошо бывает с правой стороны, а здесь слева, раз мы его увидели, то мы должны посмотреть на верхнюю долю лёгкого и найти уменьшение объёма именно в верхней доли лёгкого, да. Обусловлен этот симптом тем, что в этой зоне располагается диафрагмальный нерв, и уменьшение объёма лёгочной карии приводит к тому, что вот этот, так сказать, зона диафрагмального нерва подтягивается вверх. Это второй симптом. И третий симптом, если дальше можно будет показать, вот просветление, просветление рядом с аортой на верхушке, которое говорит о том, что это... Значит, симптом всяповедного просветления, которое говорит о том, что это верхушка нижней доли поднялась до уровня апекса. Вот и подтверждение там, вот в компьютерной томограммах, годовой проекции, да, мы видим, что действительно есть отелектация верхней доли, действительно есть образование здесь центральный рак, прилежащий к сердцу, поэтому мы на регинограмме какое-то сердце не видим, и нижняя доля разворачивается наверх, на верхушку, которая вот как раз и проявляется вот этим сирповедным просветлением. Очень-очень интересно на самом деле, зная компьютерные томограммы, ретроспективно учиться видеть то же самое на традиционных инограммах. Вот очень советую многим молодым людям, ну, понятно, что очень многие сейчас не любят традиционную регинологию, все сразу КТ и МРТ, но на самом деле очень-очень показательно бывает учиться наоборот. Мы сейчас учим сначала регинограмму, потом компьютер, тимограмму, но в обратную сторону тоже очень интересно. Тоже очень мой любимый симптом, особенно стрелочек показала, да, как бы изображение боковая гинограмма, лёгочная артерия, правая, левая, значит, область бифуркации, область бифуркации трахеи, и под область бифуркации трахеи не должно быть дополнительный день. А здесь вот это изображение закольцовано, и, не знаю, наоборот вам это что-то напоминает, нет, но, в общем, авторы назвали это симптомом кончика. Вот, если мы видим закольцованную, закольцованную тень вокруг бифуркации трахеи, мы понимаем, что это увеличение их узлы под бифуркации трахеи. Симптом консолидация, да, видим на компьютерной томограмме зону консолидации, окружённую ободком, венчиком матового стекла. Вот так и называется этот симптом, венец, да, и если мы видим такую, такую компьютерную томограмму, мы должны понимать, что это, ну, два варианта практически, это или аспергеллез, или варианты профилангеллерного рака. И дальше, в официальной диагностике, у нас ничего здесь практически не используется. Симптом наоборот, то есть сначала внутри зоны матового стекла, которая окружена ободком консолидации, то есть это, так сказать, ободок наоборот, называется обратный венец, или симптом атола. Вот изображение одного из атоллов, да, сразу, если мы видим такое изображение, мы чётко, совершенно с вами должны понимать, что это организующая пневмония и ничто другое. Дальше. Очень похоже на предыдущее изображение, только вот внутри зона матового стекла, с усиленными трассаторами рисунком, а вокруг в отоку консолидации, но он намного толще, чем был на предыдущем изображении. Вот, ну, опять же, давайте подумаем, есть какая-то ассоциация дополнительная, кроме симптома атолла? Ну, мне, например, вот это напоминает гнездо. Да? И вот если мы видим это изображение, мы точно понимаем, что это аспергилез, микоз, ничто другое. Это тоже организующая пневмония, как реакция на микротическую инвазию. Вот, редко бывают эти изображения такими, но если вы увидели такое изображение, мы должны точно понимать, что это амикоз и ничто другое. Классический ремберский симптом, просвет трахеи, трахеи вообще похожи на ножны сабли. У нас симптом переводится как саблевидная деформация трахеи, но на самом деле, если мы переводим с английского языка, то это изменение формы трахеи, похожее на ножны сабли. Если мы видим этот симптом, мы должны поискать признаки хронической аттрактивной болезни и ничего другого. И обязательно найдем. Это косовый признак хронической аттрактивной болезни. Классический ремберский симптом. Затенение в прикорневых зонах. Если мы видим это затенение, симптом... Давайте вместе вспоминать, как этот симптом называется. Симптом бабочки, летучей мыши и ангара. Это признак быстро развивающегося отека легких. Не просто отека легкого, а быстро развивающегося. Кто-то здесь увидит воздушную кукурузку? Симптом попкорна. Если мы видим аморфно-неправильные формы обысления в центральной части некого образования легких, то мы понимаем, что это гомартома, доброкачественное образование и, опять же, ничто другое, кроме гомартомы. На что похоже это изображение? Образно. Есть какие-то мысли? Симптом мишени. Мы уверены, что это туберкулема. Чаще всего у наших пациентов еще бывает есть клазмома, но это скорее в Америке, чем у нас. По-моему, здесь совершенно четко мишени. А здесь признак воздушного серпа или воздушного полумесяца. Далеко не все полностью такой серп был. Поэтому воздушный серп или воздушный полумесяц. Если мы видим некое полостное образование, в котором есть неправильно округлое образование и вокруг него воздушный серп, мы точно понимаем, что это мистома, распределема. Причем вот классический рентгенский признак погремушки вместе работают. Потому что погремушка это мертвая гремка. Когда мы меняем положение пациента, то вот эту вот шайку изменяет положение. Но это уже мертвая гремка. При живой аспергиллах они привязаны к стенке, поэтому изменение положения тела пациента здесь никак не влияет на изображение. Он тоже довольно известный довольно известный симптом. Ну, давайте вот сюда посмотрим, да? На что это похоже? Симптом персия, да. Симптом персия и впечатка. Если мы видим этот симптом, увеличение диаметра бронха в полтора-два раза или более, чем рядом расположены ветвь лёгочной артерии, мы понимаем, что это цилиндрический бронхоактаз. Но что-нибудь напоминает? Вот здесь есть некая зона консолидации в центральной зоне вот менее интенсивные участки по периферии более интенсивные и избыточное количество сосудов приходящих в эту зону. Вот специально боковые картины специально повёрнуты, чтобы можно было представить, что это такое. Ну, ладно, не хотите, не надо. Похоже на парашют? Это симптом парашюта, который говорит о том, что мы имеем дело с инфарктной манией, тромбной болезнью, инфарктной манией. Здесь исследование из контрастного усиления, поэтому здесь и тромб, в принципе, видно. Это же в лёночном огне. Ну, мы знаем симптом буграхэмптона, там все фамилии. Да, вот. Ну, это ещё один симптом, чётко совершенно нам говорящий о том, что это инфарктной манией и что другое. Почка нерасширенная лоханка, в которой располагается конгримент, очень часто корловидный, и значительно расширенные чашки, и истончение паренхимы почки. Что-нибудь вам напоминает это изображение? Ну, мы говорим сегодня мир, окружающий мир внутри нас. Симптом называется симптом лапы медведя. Если мы видим это изображение, такое, то мы чётко совершенно знаем, что это ксантар-житматозный белый нефрейт, вот, и ничто другое. ну, не буду, не буду, так сказать, интриговать, симптом называется мячик для гольфа на подставке. Если мы видим это изображение, экстралиторная урограмма, мы понимаем, что это белый нефрейт, один из признаков белый нефрейт, не просто сосучка. 90-60 на 90 мы видим мочеточники, которые сближаются внутри, да, в средней части. Ну, может быть, наверху не 90, а больше, но 60-90. Что-нибудь напоминает? Этот симптом называется симптом талии девушки. И если мы видим такое изображение мочеточников, мы точно знаем, что это ретро-беридзелин фиброз. Вот здесь наверху сюда смотрим, опять же, что-нибудь напоминает, особенно, когда конкретно кончится, что-нибудь напоминает? Бокал. Точно, совершенно, у вас, и уже кто-то включается. Значит, бокал, это ретрограммная биография, поэтому мы видим дефект контрастирования мочеточника, и чаще всего это переходно-крепченный карцином мочеточника. В редких случаях может быть проявление длительно существующего конкремента мочеточника, потому что конкремент обычно так не расширяет мочеточник, но чутко, совершенно бокал, но все. А здесь мочевой пузырь что-нибудь напоминает? Из сегодняшнего утренения в завтрак что-нибудь напоминает? Груша, платья, симптом груши симметричность давления обусловлено чаще это хорошо, я быстро потеснулся немного, а вот это шарик на веревочке называется голубая мечта, это признак гематомы таза. Дальше четкообразное изменение формы сосудов, это нить джемчика фибромоскуляр дисплазии, а здесь голова кобры, симптом ретроцелия. Белые пирамиды не буду сейчас это объяснять, также покажу все-таки вот еще один бокал, видим бокал, да? Таз, изменение формы костей таза, если мы видим такую бокалообразную, причем именно бокал для шампанского, да? то это ахомпанкозия. Вот это мне очень нравится. Что-нибудь напоминает? Есть некие обрестления в мягких тканях. Кис, да? Зерна риса, обрестления сердца, точно, совершенно однозначно. И вот это вот очень любимый симптом. Что опять же, что вам напоминает изменение костей здесь? Как бы воск, стекающий по свече. Да? И это мелариостоз. Мелариостоз это конечность и остоз фикосплазия. Так, здесь, ну, я здесь вижу скорее торнадо, но автор увидел здесь штопор, симптом штопора диффузной спадки пищевода. Здесь наверняка вы видите огрызок яблока, да, особенно на правом изображении вы видите огрызок яблока в кишке, и тогда мы точно нанимаем, что это карцинома толстой кишки. Так, еще, так как уже времени нет, я все-таки должен показать. последнее изображение, которое хотелось бы показать сейчас, на секундочку. Таких симптомов очень много, да, которые однозначно говорят о том, ну, наверное, все видите эмблему Mercedes-Benz, да, он так и называется, сомнение Mercedes-Benz, это изменение в конкременте, редукция конкремента, связанная с уменьшением объема внутреннего. Ну, вот этот симптом мне тоже очень нравится, называется червя в банке. Это плексифорная нерфиброма, если вы видите червя, да, в банке, то хорошо. Значит, за ними время, все-таки я вам очень много провиснул, вот это, не побоюсь сказать, картину, автор назвал, автор назвал Земля, Луна и Млечный Путь. На самом деле, это фрагмент обзорной эрегинограммы с конкрементом Жорстого. Мы начинали с искусства эрегинологии и заканчиваем искусством эрегинологии. Спасибо за это. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ